Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей Хорев и мы с вами продолжаем нашу карьеру за Краснодар. Итак, друзья, остается у нас буквально где-то месяц еще карьеры, потому что последний матч, если так смотреть, будет именно финал Лиги Европы, который пройдет 24 мая 2017 года в карьере. В день моего рождения так вот совпало, так что сегодня у нас матч с Манчестером Юнайтедом, будет матч с Рубинов, вот так вот интересно мы сыграем, потом у нас матч с ЦСКА Тойм, Урал ЦСКА снова и Уфа Оренбург. Ну и напоследок для вас финал Лиги Европы, специальный выпуск будет к нему подготовлен, если конечно мы еще туда попадем. Также еще считайте матчи, если мы еще в полуфинал попадем. Итак, что мы можем сказать о соперниках? Мы единственные команды, которые не решили еще, кто все-таки главный фаворит, потому что мы сыграли в ничью с Манчестером Дома, едем на выезд, но там будет играть легче, мы должны побороться с этим. Вильяреал обыграл Зенит Дома 3-2, но приедут они в Питер, минимально проиграл Зенит, поэтому есть шансы. Шальки обыграли Рому 1-0 Дома, посмотрим, что будет в Италии. И Бенфика обыграла в гостях с Антитен 1-2, так что Дома, наверное, будет легче. Ну что же, у нас будет вот такой состав, поэтому поехали. Надеюсь, что все, друзья, сегодня у нас будет хорошо. Также мы договорились с вами, что с Манчестером мы сыграем на мировом классе. Поехали. Итак, тренировочка за Федора Смолова, завершение в метре до ворот. Поехали, друзья. Друзья, Лига Европы УЕФА, матч, четверть финала, ответный, Манчестер Юнайтед, Краснодар. Итак, сыграли мы в ничью против Манчестера у себя дома 0-0. И теперь каждый забитый наш мяч будет равняться двум забитым голам Манчестера сегодня. Наравневанный. И что? Это пенальти, друзья. Это пенальти. Ой. Налдон нарушает. И Златан Ибрагимович против Станислава Критсюка. Все. Это не берущийся мяч был просто в девятку. На 30-й минуте Златан Ибрагимович забивает. Но особо не радуются болельщики, потому что это всего лишь один мяч. Если мы забьем сейчас один, мы выходим дальше. Но действительно, пушечный просто Критсюк угадал, но шансов много не было. Соперничество здесь, вот и показал он сейчас. Федор Смолов с мячом. Федор. Одного убрал. Хорошо, Федор. Федор 1-1. Федор Смолов. Что сейчас делал? Все, друзья. Великолепный момент от Федора Смолова. Посмотрите. Внешней стороной стопы. И за штрафной. И это все, друзья. Вынимай. 1-1. Сейчас на данный момент мы выходим, а не Манчестер Юнайтед. Великолепно. Все, пока что филигранно. Смолов. Видит Велбека. Хорошая контратака получается. Дэнни Велбек. И 2-1, друзья. Все, все, все. Заканчиваем, друзья. Точка. Федор Забивает Манчестер. На рикошетах мы забиваем. Валенсии сейчас очень сильно. Накосячил, конечно. Но все-таки Давид Дехея среагировал бы на этот удар. Но на рикошет нет. Все. 2-1. Никакого смысла. Все, друзья. Мы в полуфинале. Мы выбили Манчестер. Обыграли их 2-1. Фу. Это камбэк, друзья. Проигрывали 1-0. Выиграли 2-1. Великолепно. Спасибо большое за этот матч. Лучшим сейчас мы смотрим, кто стал. Стал Павел Мамаев. Действительно. Посмотрите на нашу статистику. Манчестер Юнайтед 9 ударов. 5 поворотов. У нас 9 ударов. 6 поворотов. Точность ударов 66%. Фуф. Итак, друзья. Все матчи завершены. Бенфика проходит дальше. 4-2. Мы проходим дальше 2-1. Шалька проходит дальше 2-1. И Зенит прощается с Лигой Европы. Проигрывая Виллериалу 3-4. Друзья. Я думаю, за эту победу нам стоит поставить лайк. Прямо сейчас остановите матч на паузу. Поставьте лайк. Также не забудьте подписаться. Итак. Играем мы против Шальки. В Германии мы поедем. Мне хотелось действительно сыграть против Шальки. Это хорошая команда. Поэтому. Иначе получается играет Бенфика против Виллериала. Ну что же. Фух. Мечты сбываются. Прямо как у Газпрома. Но у нас сейчас игра с Рубином. Витиньо, Смолов там. Выпускаем мы, естественно, второй состав. Что здесь у нас. Все. Теперь мы Марта Новича выпускаем. Итак. Смотрим, сильно ли устал Квитсюк. Да. Наверное, дадим шанс Синицу. Снова себя показать. И все. Теперь мы ставим уже на Легенду. Потому что постараться нам надо с Шальки отыграть на Легенде тоже. С Рубином мы обязательно играем на Легенде. Итак, играем мы на Казанье арене. Давайте без дождя. Потому что картинка будет вообще ужасная. Поэтому поехали. Надеюсь на хороший результат. И думаю, вот это вот как-то должно передаться игрокам. От первого состава игрокам второго, который играет сейчас. Ну, великолепный матч. Мы показали в Манчестере. И вот. Стадион Европа. Лицендионный, конечно. И ничем, друзья. Ну, ничем, посмотрите. Не похож он на Казанье арену. Я был в Казани. Я знаю, о чем я говорю. Могу даже потом как-то несколько фотографий показать. Стадиона. Поэтому это совершенно другое. Жалко, что нету Манчендиона. Потому что этот сорокатысячник стоит того, чтобы его посетили. Итак, Рубин идет на четвертой строчке. Мы идем пока что без поражений. Двадцать пятый тур, друзья. Без офсайда. Без офсайда. Ой-ой-ой-ой-ой. Моментище. Все, друзья. Это автогол. От Станислава. От Синицына все-таки. Залетает. Я думал, там Мартынович все-таки. Обидно. И Перейра спокойно. Это спокойно, друзья. Сорок пятая минута. Он делает счет 1-1. До перерыва успевает согняться персонажская команда. Из такого хорошего прям угла. Забивает Сергей Рыжиков. Не смог отразить этот удар. 1-1, друзья. Перед самым перерывом. Снова Витиньо. Снова это смещение. По флангу было офсайд, друзья. Все. Буквально несколько минут остается. Даже секундам уже до окончания этой встречи. Да, одна минута. И, наверное, это будет... Даже не дадут нам, наверное, продолжить ее. Эту последнюю нашу атаку. Нет, все, друзья. Свисток арбитра. 1-1 заканчивается матч. Могли мы, могли вот сейчас додавить там Витиньо. Буквально миллиметр оставался до завершения этой атаки. Так что... За что боролись, на то и напоролись. Пропустили автогол. Смотрите, у Рубина ни одного удара по воротам, а гол забили. Этот автогол наш все и решил. Практически. Обидно. Но больше ничего не поделаешь. Да, Рубин останавливает наше преимущество. Это победную серию. Но мы еще не проигрывали. Так что... Ну что-то да, действительно, все плохо потренировались. И у нас будет игра с ЦСКА. Витиньо встречается со старыми знакомыми. Да. В следующем выпуске у нас будет известно, выйдем ли мы в финал Кубка России. Где мы встретимся. Или с Ростовом, или с Спартаком. Но для меня, естественно, бы Ростов бы лучше был. Сил тоже неохота тратить. Так что вот. Ну а лучший бомбардир Павел Мамаев у нас, да, который забил зениту хэд-трик. Ну что ж, друзья, с вами был Андрей Хорев и канал Футбол. И даже не подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. До свидания.